В начале недели экоинспекторы заметили маслянистые пятна и серую пленку серебристого цвета рядом с затонувшим танкером Делфи. Боновые заграждения, которые должны препятствовать загрязнению воды, по-прежнему повреждены. Несмотря на это, в обл. администрации заявили, что превышения концентрации нефтепродуктов нет. Тогда один из чиновников опубликовал фото с коптера. На нем видно огромное серое пятно. Но отдыхающих, по всей видимости, ничем не испугаешь. Другие говорят, что превышает, другие говорят, что не превышает. Вы купаетесь и не боитесь? Нет, не боимся. Вы с детками купаетесь? Да. Почему именно на этом пляже? Потому что я там возле дома. Болезненно отношусь. Но что делать? Лето? Как-то совсем будет грустно, если еще и не купаться. А вы с детьми? С ребенком пришла, да. Когда она купается, да? Только что зашел в воду, конечно. Я думаю, разово ничего не будет. Тем временем капитан Одесского порта продлил крайний срок, когда танкер должен покинуть людный пляж. У туристов еще есть время запечатлеть себя на фоне затонувшего танкера Делфи. Он продолжит красоваться на Одесском пляже еще до 20 июля. Сроки его подъема снова продлили. Ранее дедлайном был сегодняшний день. Но работы по его ликвидации так и не начались. Если владелец не уберет судно в установленные сроки и документально подтвердит то, что готов компенсировать расходы на проведение работ, то Делфи уберут силами администрации морских портов Украины. Сейчас на танкере работают водолазы, которые проводят осмотр, испытания и подготовку к будущей буксировке Делфи. Напомню, убрать судно обещали еще до начала курортного сезона. В итоге, по меньшей мере, две трети туристического сезона оно будет портить отдых одесситов и гостей города.